Под Новый год Святой Николай дарит праздничное настроение не только детям, но и взрослым. И хотя сам Святой Николай персонаж сказочный, праздники тем не менее получаются самыми настоящими. Один из них организован Центром психосоциальной адаптации переселенцев. Какие сюрпризы преподнес этот праздник? Давайте посмотрим. На семейном празднике любви, добра и милосердия собрались друзья. Те, кто приходят в Центр психосоциальной адаптации в Северодонецке с момента его открытия. Сотрудники Центра подготовили для переселенцев праздничную программу с конкурсами, подарками и угощением. Организаторы старались окружить всех гостей вниманием и заботой. А чтобы общение получилось разносторонним, приглашенным дали возможность поделиться своими талантами. Одна из участниц прочитала для своих земляков собственное стихотворение «Воспоминания». Как быстро время пробежало, как быстро время истекло, как много нам казалось надо, как мало получать дано. Координатор Центра психосоциальной адаптации переселенцев в Северодонецке Инна Кочубей поблагодарила спонсоров, которые подарили возможность собрать гостей. Это Мальтийская служба благотворительной помощи правительства Германии и Украинская ассоциация специалистов по преодолению психотравмирующих событий. Собраться было действительно очень замечательно, потому что мы видим наших посетителей на мастер-классах по 10-15 человек. А здесь вот таким большим коллективом с семьями, с мужьями, с детьми, когда мы вместе танцуем, вместе делаем там мастер-класс, участвуют в конкурсах. Это очень замечательно, и очень были красивые стихи, песни от наших участников. Большой отзыв был на желание принимать участие в концерте самодеятельности. Пока гости наслаждались вкусными блюдами, для них выступали местные артисты. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. После эстрадных и авторских песен на танцевальную площадку пригласили малышей. Нарядные, веселые и многомонные ребята плясали, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах. Вместе с аниматорами даже слепили воображаемого снеговика. Самых активных и любознательных ведущие поощрили подарками. К командной игре, где нужно было оперативно составить ответ из букв, с удовольствием присоединились взрослые. А затем двое участников согласились на время стать елочками и позволили другим игрокам нарядить себя. Сплотиться и почувствовать надежное плечо друга помог еще один веселый конкурс, в котором все задания выполнялись синхронно. На праздники все ждали прихода святого Николая. Он порадовал не только детвору, но и взрослых. Сладкие подарки от мальтийской службы помощи получили все гости. Дети с интересом сразу проверили, что же им подарил сказочный Николай. К концу вечера гости сполна зарядились оптимизмом, поэтому не скупились на улыбки и не скрывали восторга. Просто море впечатлений. Веселье, праздничное настроение, море позитива. Атмосфера, конечно, только добра, мира, любви, заботы. Мы почувствовали, что мы все вместе, все рядышком, все нужны обществу. И это тоже помогает людям. Теперь есть еще желание готовиться к новогодним праздникам, ну и продолжить в том же духе. Это было действительно здорово. Улыбки наши говорят об этом. Спасибо большое. Вот почувствовался Новый год. Побольше таких праздников было. Чтобы не было, нужно жить. Еще одним сюрпризом для гостей стал предпраздничный мастер-класс по изготовлению символов наступающего года – ярких петушков. У каждого он получился свой. Вот и шук получился. Такой вот интересный. Гости праздника не только зарядились положительными эмоциями, но и от души посмеялись. Праздники для людей любой категории, для всех людей – это чудесная возможность побыть вместе, побыть всей семьей, повеселиться, поднять себе настроение. Особенно хорошо то, что в этом мероприятии участвуют дети, что здесь собирается вся семья. Здесь можно найти себе друзей, можно пообщаться, расширить круг знакомств. И это праздники показывают то, что наша жизнь состоит не только из будней трудностей, но и есть место радости, счастья и праздника. Настолько большой праздник мы проводим первый раз. В прошлом году мы проводили похожий праздник, но он был на гораздо меньшее количество людей. Такое массовое, такое большое мероприятие впервые. Согласитесь, жизнь без праздников была бы скучной, а минуты радости, как известно, ее продлевают. И все же мечта каждого переселенца – дождаться тех времен, когда праздники они будут встречать дома, в родном городе.